Здравствуйте! Эфир своего ТВ продолжает новости. Меня зовут Екатерина Сегеда и вот о чем расскажем в этом выпуске. Знакомьтесь, это Каролина, а это вообще Добрыня. Новый ставропольский сорта сельхозрастений изучил Леонид Нечапуренко. На Ставрополе раскрыто убийство 20-летней давности. Где все эти годы скрывался преступник? Краш, хайп, дедлайн. Почему в современном мире уже не обойтись без новомодных слов? Теперь подробнее об этих и других событиях. За минувший год в крае расчистили больше 22 километров русел рек. Об этом губернатор Владимир Владимиров рассказал на совещании, которое провел полпредпрезидента на Северном Кавказе Юрий Чайко. Видеоконференция была посвящена готовности к противопаводкому периоду. В 2020-м на Ставрополе построили 8 новых объектов берегоукрепления и 3 гидротехнических сооружения. В этом году профилактика на реках и каналах продолжится. Для этого водоемы оборудованы автоматическими постами гидронаблюдения. Теперь к другим темам. Валерий, Каролина и княгиня Ольга радовали гостей в Михайловске. Правда, эти имена принадлежат не людям, а сортам сельскохозяйственных растений. На научную конференцию приехали семеноводы из разных регионов России. На видеосвязь с ними вышли коллеги из-за рубежа. Специалисты обсудили, как селекция поможет аграриям стабильно получать большие урожаи и не зависеть от погодных условий. Леонид Нечпуренко узнал, насколько такие цели реальны. Редкий случай для мероприятий международного уровня, но начало семинара пришлось перенести примерно на полчаса. Гости из соседних регионов Ростовской области Краснодарского края не смогли приехать вовремя из-за сложных погодных условий. Снега на улице действительно выпало много. Но интересно, что сами участники отнеслись к такой заминке спокойно и даже благодушно, а не аграрии. Аграрии точно знают, что много снега – это хорошо. Он питает почву влагой, защищает растения от низких температур, а значит поможет получить в этом году хороший урожай. Впрочем, одна из главных задач современных селекционеров – вывести такие сорта, которые будут устойчивы к любым неприятным условиям. Холоду, жарея, недостатку влаги. Результаты уже есть. Подтверждением могут служить ячмень Валерий и пшеница княгиня Ольга. Растения готовы к трудностям и проявляют себя лучше, чем полученные в соседнем Краснодаре. К тому же они идеальны именно для Ставропольского края. Его показатели освещенности, температуры и влажности. Взять Финляндию, Швецию, Нидерланды, значит Англию. Там вообще нет условий для выращивания высококачественных пшениц. Поэтому, конечно, они все привыкли к химдобавке, разрыхлителе, поднимают булку и так далее. Ну, к химии, кушаешь химии, конечно, это отрава. Поэтому нужно, конечно, кушать хлеб с прекрасных, высококачественных, натуральных пшениц. Как в Ставропольском крае? Как в Ставропольском крае. А те аграрные предприятия, которые уже сейчас готовы перейти на новые элитные сорта, могут рассчитывать на финансовую поддержку властей. В крае предусмотрена государственная поддержка развития семеноводства. Это поддержка элитного семеноводства. На 2021 год предусмотрено 85 миллионов рублей, из которых 5 миллионов рублей – это средства краевого бюджета. По видеосвязи в конференции приняли участие семеноводы из Турции, Азербайджана и Белоруссии. Специалисты поделились опытом и обменялись практиками, которые только подтверждают древнюю народную мудрость. Что посеешь, то и пожнешь. Леонид Нечапуренко, Олег Байкулов, Ставропольское телевидение. И в продолжении темы происшествий. Во время таможенной проверки в одном из магазинов предгорного округа обнаружили контрафакт. Там продавали более 13 тысяч поддельных товаров с логотипами известных марок. Правообладатели оценили ущерб в размере более 16 миллионов рублей. Владельцу магазина грозит уголовная ответственность. О других ЧП в оперативной сводке. Убийца со стажем. Сотрудники регионального управления следкома совместно с полицейскими раскрыли преступление 20-летней давности. 2 октября 1998 года двое мужчин из Нефтекумска вызвали такси. По дороге один из них задушил 32-летнего водителя веревкой. Его тело выбросили, а машину перепродали. Убитого нашли почти через два месяца в «Рассительном канале» и сразу начался поиск преступника. До 2019 года убийце удавалось скрываться в Дагестане. Подельников задержали и осудили. Приговором суда Ахмедову назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его подельник, действия которого были квалифицированы по статье 162 Уголовного кодуса Российской Федерации, то есть разбой был осужден судом еще в 2016 году. Опасности на дороге. На подъезде к Ставрополю недалеко от Деминского круга по неизвестным пока причинам загорелся грузовой автомобиль. Водитель успел припарковать машину на обочине. На участке временно ограничили движение. Сотрудники экстренных служб потушили пламя. Пострадавших нет, а вот автомобиль вряд ли подлежит восстановлению. Курьер-закладчик. 27-летний житель села Константиновского приобрел оптовую партию синтетического наркотика через интернет и планировал сбыть его на территории Ставрополья путем закладок. Но о коварных планах узнали полицейские. В доме злоумышленника нашли и изъяли более 450 граммов запрещенного вещества. Парень под стражей. Возбуждено уголовное дело. Выходку не оценили. 33-летний житель Нефтекумска и его 30-летний приятель похитили 26-летнюю девушку. Один из них хотел жениться на ней. Мужчины подкараулили потенциальную супругу около работы и увезли в Благодарный. Но радоваться долго не пришлось. Полицейские совместно с сотрудниками регионального управления следкома в тот же день нашли девушку и вернули домой. Несостоявшимся женихам придется ответить по закону. Идем дальше. Работа журналистов – это объяснять людям сложные вещи простыми словами. Однако мы сами иногда впадаем в ступор, когда слышим «мэйби», «криндж», «краш» или «лук». Только и успеваем искать в интернете значение всех этих новомодных слов, на котором общается молодежь. Пока языковеды разводят руками, наш корреспондент Ярослав Лапин разобрался в хайповой теме. Язык, на котором мы общаемся, постоянно меняется и эволюционирует. В нем постепенно появляются слова, значения которых мы зачастую не понимаем. Безусловно, различные взаимствования помогают нам называть вещи, для которых в русском языке просто нет имен. Но, может быть, они мешают общаться между собой поколениями. А, может быть, русский язык уже не такой уж и русский. Давайте разбираться со специалистами. В общем, вчера так за троллей видел такого вообще просто адского. Вольник был? На школе троллей сидим по-любому. Это старый сюжет наших коллег по цеху из Челябинска, который в свое время вызвал широкий общественный резонанс. Почти 10 лет назад молодые люди уже использовали необычные слова, значение которых для некоторых остается загадкой по сей день. Вопрос использования модных слов, заимствованных слов, это вопрос престижности, звучности. А, с другой стороны, некоторые слова, заимствованные, они отражают общий языковой процесс. Есть такой языковой закон, закон экономии речевых усилий. Меньшим количеством слов передать большее количество информации. Таким образом, сказать или написать слово дедлайн получается проще и быстрее, чем предельный срок. Каршеринг и прокат автомобилей то же самое. Но дело не только в упрощении. Сленговые англицизмы, оказывается, звучат, внимание, престижнее. Это явление так удивительно, что не остается без внимания лингвистов и филологов. Харасмент тоже, да, нашумевшее слово. Естественно, есть синоним у нас насилия в русском языке, но почему-то пестрит язык СМИ, газетный язык, именно словами харасмент или буллинг вместо травля. Я думаю, это вот большей частью это связано со знанием престижности. Еще одно явление в трансформации языка – это феминитивы. В последние годы можно услышать женские вариации различных профессий, которые обычно звучат в мужском роде. Они дополнились различными суффиксами и стали, по сути, новыми словами. Сразу после революции, когда активное раскрепощение женщины шло и вовлечение ее в общественную жизнь, и тогда говорили об авторках и поэтках. Это тоже больше не языковая потребность, а тоже внеязыковой фактор. Это желание определенной группы людей, феминисток, закрепить свои права в языке. В неравнодушной культуре речи авторы пишут сборники и даже словари новых неизвестных выражений. Эльвира Петровна любезно согласилась нам показать несколько словарей модных слов. И я хотел бы вас спросить вообще, кем и для кого они собираются, такие словари? Вот те словари модных слов, которые я держу в руках, собраны профессором Московского государственного университета Владимиром Новиковым. Это словари для интеллектуальных гурманов. Они даже составлены не так, как обычная словарная статья. Это такое маленькое эссе, маленькая зарисовочка о слове. Новомодными словами в подавляющем большинстве пользуется молодежь. И абсолютно очевидно, что берутся они из социальных сетей, ведь кринж, краш, лук и хайп в классической литературе не встречаются. Тем не менее, носителя современного языка назвать нечитающим нельзя. Заимствованные слова, они не ограничивают ментальность народа, а напротив, позволяют осуществиться ее расширению. Таким образом, с одной стороны, тот словарный запас, предположим, которым владеем мы с вами, и не владеет ребенок, и напротив, тот словарный запас, которым владеет ребенок, и не владеем мы. Кто развитей? Получается, что расширение слов и понятий в русском языке – процесс необратимый, и сопротивляться ему не нужно. Куда полезнее будет напротив – расширять свой словарный запас и в равной степени уметь пользоваться новыми и привычными нам выражениями. А узнали много нового о современном русском языке Ярослав Лапин и Антон Поляков. Ставропольское телевидение. Что ж, это все новости к этому часу. Еще больше их на нашем сайте stv24.tv. Заходите, там много полезного. И присылайте свои вопросы на наш номер 8 928 350 8070. А мы постараемся на них ответить. Также напоминаю, свое ТВ есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь на наши страницы. Ну а чтобы узнать подробности, наведите камеру смартфона на экран, отсканируйте QR-код. А сейчас прогноз погоды с моей коллегой Мариной Никитиной. Я передаю ей слово. А с вами прощаюсь. Меня зовут Екатерина Сегида. Всего доброго. Здравствуйте, дорогие зрители своего ТВ. Ожидается ли в понедельник 15 марта потепление или холодная погода продержится? Расскажу прямо сейчас. В Ставрополе переменная облачность. Днем температура плюс 2 градуса, ночью минус 5. Ветер сильный юго-восточный до 19 метров в секунду. В Изобильнинском и на Александровском округах переменная облачность. Днем плюс 5 градусов тепла, ночью минус 2. Сильный ветер. В Пятигорске и Минеральных водах пасмурная погода. Местами дымка. Днем плюс 1, ночью минус 4 градуса. В Кисловодске облачность с прояснениями. Днем плюс 5 градусов тепла, ночью 0. Смотрим на восток края. Там пасмурная погода. Местами ожидается дождь со снегом. В Дивном и Ипатово плюс 5 градусов днем, 0 ночью. В Арсгире днем плюс 6, ночью 0. А в Буденновске плюс 4, плюс 1. В Нефтекумске днем плюс 5, ночью плюс 4. Тем временем семья из Канады решила побить собственный мировой рекорд. Они построили снежный лабиринт площадью 5300 квадратных метров. Огромный лабиринт слепили за полтора месяца. Его владельцы считают, что в нем можно как следует размять ноги и нагуляться на свежем воздухе. Главное не потеряться, конечно же. На этом у меня все. Увидимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова